Поделюсь тем, что меня насмешило. Пост от 12 апреля одного героического воина АТО по поводу смерти Олеся Бузины. Вернее, по поводу моего видео на смерть Олеся Бузины. Это когда мы просто спросили у рядовых дончана, что вы думаете об убийстве Олеся Бузины. И вот он написал. Если снять эмоциональную составляющую... В общем, он там нашел 40-миллионные мрази, твари, бандерлоги, мифы убогого представленного раба Божьего Олеся Бузины. Про геев там якобы кто-то говорил, про ацтос европейскости. Короче, суть в том, что он туда наплел того, чего на видео нет. Ну а зрители такого обычно не смотрят само видео. Им достаточно аннотации. Я не так давно, допустим, прочел о себе, что... А почему он не называет уже там хунты или бандеровцами? А я никогда не называл ни хунты, ни бандеровцами. Ни одного моего слова такого нет. 500 евро даю, если кто-то найдет. Сразу же, сходу. Хунты, давайте. Суть в том, что такие люди очень ограниченные. Они очень глупые. Они живут в таких вот маленьких-маленьких рамках. Вот, собственно, наш герой. Тот пост был 12 апреля. И закончился он словами, что мы утвердились, как украинская нация. С чем всех и поздравляю. Каким образом он сделал такой вывод из убийства Олеся Бузины, я не знаю. И мне это, в общем-то, не интересно. Новая новость. В Днепропетровске бойца АТО водитель с пассажирами трижды вышвыривал с маршрутки. В Днепропетровске бойца АТО трижды высадили из автобуса. Ну, позорненько, наверное, трижды выкинули. А вот и сам боец. Да, это наш герой. Ну, он тут рассказывает, что он бы, конечно, и 120-ки, и междурок дал бы, но женщин и водителей он не бьет. В общем, пожаловался, что не дали ему проехать в маршрутке. Давайте посмотрим само видео. Отдельные СМИ предпочли видео не ставить, потому что видео, ну, неоднозначно немножко. Стоило к нему подойти водителю, и когда водитель спокойно сказал, это уже будет третий. Потому что до этого две какие-то женщины были, уже льготницы. Он сразу, как участнику боевых действий, вы отказываете ее, правильно понял, и начинает тыкать свое удостоверение. Слез в голосе у бойца маловато, мычит что-то, а потом начинает угрожать. Ну, как обычно, что настучит. Это для обл. администрации замеры. В обл. администрацию, типа, пожалуюсь. А потом ему пассажиры еще и рассказывают, причем в основном женщины рассказывают, кто он и что он. А он при этом прикрывается памятью павших товарищей. Из-за чего сыр бор? Вот этот отважный боец АТО отказался платить 5 гривен. 5 гривен он решил затесаться как-то и прикрыться своим удостоверением. 5 гривен это 25 евроцентов. В Европе за 25 евроцентов вы не попадете никуда. Даже в туалет, к сожалению. Старт обычно в общественном транспорте, ну, от евро в редких случаях, а обычно там от полутора евро. 25 евроцентов. Герой пишет об этом пост у себя на стене. Герой плачется об этом. Герой трижды, как я понимаю, за день, вместо того, чтобы заплатить 5 гривен, тасуется в маршрутку вместе с женщинами и инвалидами. Может быть это первый раз, может у него просто денег не было. 5 октября. Имею право на бесплатный проезд, но никогда не пользовался. А вот теперь буду пользоваться. Имею право на компенсацию, а вот тут вот 100 гривен мне приходит. 100 гривен. С каждым днем все забавнее и забавнее. Мне будет наблюдать за тем, как будет расти и шириться целый класс вот таких вот граждан, бычков таких, которым все должны. В итоге на весах они перевесят количество тех, кто собственно и производит что-то для этого государства, что могло бы удовлетворить запросы вон тех вот, которые будут появляться, шириться и опухать. Как бы их все больше и больше будет становиться. Вот таких, из-за которых за 5 гривен готовы устраивать скандал на всю страну. Потому что им должны. Ребята гибли под аэропортом. Наверное за твои 5 гривен. В общем, это будет очень забавно наблюдать. И как там этот чудак написал, мы утвердились как нация. С чем всех вас и поздравляю.